На юге Калифорнии свыше 180 тысяч людей эвакуируют из-за лесных пожаров. Большинство из них проживает в Лос-Анджелесе. Однако наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вентура. Стихия уже уничтожила в американском штате по меньшей мере 150 строений. Более трех тысяч находятся под угрозой. Еще свыше 250 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. В округе Вентура объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время горит более 20 тысяч гектаров. Сильный катаботический ветер Санта-Ана подлил масло в огонь. Специалисты Национальной метеорологической службы в Лос-Анджелесе сообщили, что в регионе сейчас самый разгар этого ветра в текущем году. В округах Вентура и Лос-Анджелес, где его скорость в порывах может достигать 130 км в час, был объявлен красный уровень опасности. В октябре 2017 года Калифорния также пострадала от лесных пожаров. Тогда в огне погибли по меньшей мере 40 человек. Еще около 900 пропали без вести. Эти пожары стали самыми смертоносными в истории Калифорнии. Огонь уничтожил 3,5 тысячи домов. Как говорится в докладе ученых «АллатРа-наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Что подсчитывает государство, в первую очередь исчисляя убытки, принесенные бедствием или природным катаклизмом, который произошел на его территории? Число жертв, которое, как правило, занижается, и экономические убытки, которые, как правило, завышаются. Разве можно жизнь человеческую ставить на уровень вещизма, цифровой статистики? Это же человеческие жертвы, которых реально можно было избежать, по крайней мере, значительно минимизировать риски. Кто из нас хочет, чтобы мы или наши дети стали лишь цифрой в статистике? Никто. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.